Всем огромнейший пламенный привет! Вы на канале Элитка Гадалка. И сегодня у нас очень важное, очень полезное видео, которое меня многие просили. Я никак, никак его не снимала. Вот нашла минутку, снимаю, делюсь. Надеюсь, вы мне что-нибудь тоже поделитесь полезными какими-то вашими рецептами, вашими советами по теме пропавших вещей, по теме того, как, что вы говорите, какие слова, какие шепотки, чтобы эта вещь быстро и вовремя нашлась. Сегодня у нас будет тема исключительно не о гаданиях, о пропавших вещах, да, а теме того, что нужно сделать, чтобы вещь быстро отыскалась, как поступить, чтобы вам ее силы вернули назад. Значит, самый первый способ, который известен всем, понятное дело, это попросить домового. Причем я встречала самые разные варианты, и вот один из них, ну, очень такой жестокий, да, когда берется полотенце обычно, то, которым вы пользовались, то есть не новое стирано, а вот такое, которое уже имеет такой, знаете, немножечко запах кухни, запах рук, которые, ну, ковырялись во всем, вот это мыли, драили, да, то есть вот такое вот уже кухонное полотенце. И, соответственно, перевязываете ножку стола и говорите, черт, черт, перевязываю тебе бороду, да, то есть как бы вы эту ногу стола затягиваете и перевязываете таким образом черту бороду и, соответственно, требуете у него, чтобы он вам вернул вещь, да. Что я хочу сказать? Во-первых, если вы, например, работаете с темными силами, если вы так будете делать, вы таких люлей отхватите, вот если именно с таким посылом, потому что вас могут душить начать ночью. Понимаете, вы не просто не найдете, а вы таким способом еще хуже сделаете. Другой совет. Домовой, домовой, поиграй и отдай. Вот это уже лучше. И, опять же, если вы завязали эту ножку стола, кто-то говорит носовым платком. Я категорически не советую носовым платком, потому что носовой платок часто это когда у нас пользуются, когда в нем необходимость, когда мы сопливые, когда мы больные, когда мы плачем, понимаете. То есть носовой платок, да, это вещь очень даже сакральная, я о нем запишу в видео, но носовой платок для вот этих вещей лучше не использовать. Поэтому что? Поэтому домовой, домовой, поиграй и отдай. Это рабочая техника, простая, все ее знают. Обычно, опять-таки, кухонное полотенце. Итак, вы нашли эту вещь, да, вы сказали эти слова, вы завязали кухонным полотенцем ножку стола. И что вы должны сделать? Вы должны покормить, поблагодарить своего домовика, налить ему молочка, оставить ему... Вот бывает такое, как понять, что домовой просит что-то, да? У вас начинает падать на пол конфетка, кусочек хлеба, кусочек колбаски, кусочек чего-то еще вкусненького. Что вот вы любите, оно начинает падать. Либо вы, например, делаете бутерброды и почему-то отрезали не 2 или 3 ломтика, а 4 или 5, да? Не потому что вот на вас жор напал, хотя такое тоже бывает сейчас у многих, и у меня в том числе. А потому что вот как будто бы лишний какой-то кусок. Не поленитесь, найдите красивую тарелочку и положите, засервируйте домовому стол. Положите и покормите. И скажите ему, чтобы он принял угощение и вам и себе во благо. Вот и все. Поблагодарите. Раз. Обязательно отвязать эту ножку стола, потому что у меня была клиентка, которую душил домовой. Она забыла, что она завязала эту ножку стола. И все. И как бы она так и осталась завязана. Вещи она эту или нашла, или не нашла. Она уже и сама не помнила. Но смысл в том, что домовой был вот такой вот придушенный. Все это длительное время. Понимаете? То есть это нехорошо. Любые завязывания, верите вы в домовых, не верите, вот эти все вещи, это нехорошо. В любом случае. Вот такой вот способ. Это номер один. Если нужна тема о домовом, о том, какие у вас взаимоотношения с ним, можем сделать онлайн-гадание. Я вам запишу отдельно. Но что касается поиска, это действительно хорошая штука. Причем кто-то говорит, что нужно форточку открыть. Кто-то не открывает, но это работает. Следующий способ, мега-рабочий для тех, кто не верит в домовых, в чертеев, бесов, леших, русалок и прочих, заключается в следующем. Вы просто меняете шторы местами и говорите. Шторы местами поменял, либо шторы местами поменяла, себе свою потерю назад забрала. То есть, ну, либо по-другому своими словами. Тут главное сам ритуал поменять шторы местами. Левую на правую, правую на левую. Как это работает? Опять же, либо психологический момент, раз. Либо какой-то портал открывается, когда мы шторы местами меняем. Никто доподлинно не знает. Никто вам не скажет, что это работает так-то, так-то и так-то. Но это работает. Если вы не верите ни в какую эзотерику, ни в какую магию, просто меняете шторы местами, перезагружаете, перезапускаете мозг, и вещь находится в самом неожиданном для себя месте, как правило. Такой момент. Ну и самый мой на настоящий момент времени любимейший способ, просто обожаю, это Надежда Павловна Кахановна. Вообще очень люблю. Значит, есть такая легенда, что люди ехали, по-моему, где-то там в транспорте, по-моему, такое мне рассказывали. И зашла женщина, она говорит, я помогаю находить потерянные вещи. Но для того, чтобы я какую-то потерянную вещь нашла, мне ее надо подарить. Ну, например, вот у вас потерялся браслет, и вы говорите, Надежда Павловна Каханова. Каханова, Кахановна, и так, и так я слышала. «Дарю тебе браслет, например, с бирюзой». То есть вы это ей говорите, и вот именно этот браслет с бирюзой вы и вернете, вы его и найдете. Опять же, при условии, что он у вас был. Кроме того, я задумывалась над тем, а можно ли моделировать, можно ли использовать эту технику, вот проговаривать слух, как шепоток. Надежда Павловна Каханова, «Дарю тебе, например, прекраснейшего щенка Чихахуа». Ну, допустим, у меня нету щенка Чихахуа. Чихахуа. У меня его нет. Но, возможно, если я так буду говорить, может быть, вот он и отыщется в моем городе по подходящей мне, например, цене, другим параметрам его, да, и, соответственно, все сложится. Можете попробовать и так. То есть притянуть, подарить Надежде Павловне Кахановой то, чего у вас нет. То, что вы хотите получить от вселенной, девочки и мальчики. Вот такой вот момент. Еще есть способ, там, где нужно поймать паука и, соответственно, на него подуть, и тогда вещь найдется. Но я им не пользуюсь, потому что я животных никаких не убиваю, не обижаю и всех жучков, паучков выпускаю на волю. То есть я вот этими вещами не занимаюсь. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Напишите, пожалуйста, как вы находили вещи. Напишите, пожалуйста, хотите ли вы еще онлайн-гадания для всех на тему поиска предметов. Может быть, кто-то что-то давно ищет и ничего не помогает. Тоже можем посмотреть этот вопрос. Пожалуйста, смотрите все мои видео с рекламой. Если вы хотите, чтобы я и дальше, и больше активней, и содержательней, и интенсивней, и интересней записывала, буду очень вам благодарна. Каждый ваш комментарий, абсолютно любой из трех слов, очень помогает каналу. Каждый ваш совет, каждая ваша история делает комментарии более интересными. Мое желание записывать и делиться с вами все больше и больше. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Большое спасибо всем, кто посмотрел это видео, кто поставил лайк, кто поставил дизлайк, но обязательно пишите комментарии. Я вас очень люблю. Хорошего вам домового. Желаю вам всегда отыскивать те вещи, которые вам действительно нужны. И самое главное в любой ситуации, чтобы все, что вам было нужно, чтобы вы всегда могли найти вовремя. Вы были на канале Элитка Гадалка. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, пишите, какая у вас работает методика. Я с большим удовольствием почитаю и, возможно, запишу на эту тему новое видео. Пока-пока!